Заводится уже мотор, и тогда самолёт возникает. Поним? Сейчас. Войди в Савястину, и в Савястину, и в Савястину. Аминь. Царю Небесный, утешителью души истины, и жизнь делесы, и все исполняй. Сокровища благих, и жизни подателю. Приди и в селе сяны, и очистены от всяких скверны, и спаси блажен души наши. Отец наш, Небесный, молитвы истины, Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Садилай так, чтобы Слово Твое было слаще мёда для нас. Наполни нас смыслом, чтобы мы пребывали в истине Твоей. Тебе слава во Славе, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Ныне, всегда и в веки веков. Аминь. Напомним друг другу о том, что мы изучаем в толковании Кесоваско-Болгарского с всех Отцов послания апостола Павла Галатом, конкретно третью главу. На прошлом занятии мы закончили чтение и толкование Кесоваско-Болгарского на 15, 16, 17 стихи. Их мы прочитаем, чтобы установилась у нас связь с предыдущим занятием. И сегодняшнее занятие было продолжением. Итак, 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком усвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Толкование короткое. «Выше назвал неразумными, теперь называет братьями. Там обуздуя, а здесь утешая». Человеческий пример говорит. «Я намереваюсь вам представить». И далее. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как о одном, и семени твоему, которой есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Напомню толкование на этой стихе и еще раз порассуждаем, чтобы дальше пойти к 18 стиху. Толкование таково. Павел хочет показать, что вера есть завет более древний, чем закон. И что несправедливо было бы предпочитать ей закон. Но на это и пример привел. Если бы, говорит он, человек сделал завещание, неужели кто-нибудь, пришедший после, осмелился бы извратить его или переделать, то есть прибавить что-нибудь. Тем более, должно разуметь сие в отношении к Богу. И Бог дал завещание Аврааму, что в семени его благословятся народы. А семя его – Христос, потому что не сказал семеням, чтобы ты не подумал о происшедших от Него иудеях, и измальтянах, но просто в семени, которая, как сказано, есть Христос. Каким же образом закон может отменить этот завет, соглашение и обещание, так, чтобы не во Христе получили благословение народы, но через заповеди закона. Ведь это не что иное, как несправеджение обетования, что нелепо. Ну, мы в прошлый раз задавали такой вопрос. Мы, изучая уже третью главу, говорим о том, что апостол Павел пытается убедить галатов, галатян в том, что закон, исполнение закона, оно не приводило ко спасению. И что теперь закон исполнять этот не нужно, конкретно в плане обрезания. Что теперь уже новое есть. То есть, Господь Иисус Христос принес новое, закон стал более совершенным. Так вот, мы пришли к тому убеждению, как галатов убеждают, апостол Павел, что закон не нужен. Так мы что теперь, закон-то для нас тоже не нужен, или как? Ну, тот закон. Или вообще, какие вот мысли-то есть по поводу закона? Если не будет закона, то мы кто будем? Беззаконники. Как и сейчас мы слышали от Игната Тихоновича о том, что призывают священники, чтобы не исполнять тех установлений, которые были приняты на вселенских соборах и поместных соборах святыми мужами в Святой Апостольской Церкви. Зачем это? Это невыполнимо. Зачем нам исполнять эти законы? Да кто мы будем тогда как небеззаконники? Говорим, говорим, отвечаем. Вопрос поставлен. Я уже говорю, в прошлый раз я говорил о том, что должны все участвовать. Не монолог должен, да, Никита? Закон был образом будущих благ. Как бы прообразом. Поэтому как будет менять? Это было заветнее все. Каких благ? Закон был прообразом благ. Вот это прообраз воскресения Христова. А вместо ягненка сам Христос пришел, святый принес жертву. То есть он был где-то водителем. Он приводил к новому закону, к Христу приводил этот закон бывший. Но здесь мы говорим о том, что вначале это было обетование, а в раму было дано. Прежде закону. А только через 430 лет пришел закон-то. После того, как обетование было дано Аврааму, что именно в семени его, именно не... Можно понять, что от семени его много было потомков. И иудеев, и смольтян. Закон должен быть и нужен, и он остается закон. Но закон под клятвою, проклят не исполняющий закона. А исполнить мы его никто не можем, этот закон. Значит, что? А кто исполнил? Только один Христос. Поэтому и все. Вот, ну, Ветхий Завет уже отстраняется, а у нас Новый Завет во Христе. Так, еще, пожалуйста, говорим. Ветхий Завет, выручаете молчание? Господь говорит, не оставлю и не покину. Это обетование или что? Обетование? Обетование. Обещание, обетование. Ну, так мы должны заботиться об этом или нет? Сами-то. Не оставят и не покинут. Значит, что бы у меня ни было, мне сорвало сейчас конек, Михаил говорит, там сорвало. Так делать или не было, он не оставит и не покинет. И доска так не перебивается. И досок-то нету. По дровам, видимо, навалено. И ни один не подошел, ни один не сказал. Ну, уже Сергей Павлович потрудился, тут Володя. Бежать по всему двору там дальше. Ну, надо складывать. Куда и как. Может, помочь надо? Не один. А почему? Так у нас же обетование. Мы же христиане. Будем тут о пустяках, о каких-то дровах. Ну, зачем это нужно? Понимаете, мы же должны все слова Христа практически применить к реалиям жизни. Вот у нас реалия жизни. Игорь Добунов привез здорова, другой поколол. Ну, сложись сейчас. Нет. Почему? Ни один, повторяю, из вас самый ревностный, который остается на занятии. Готово. Придешь? Игорь Добунович, мы вчера вечером после службы остались. Я говорю, давайте, Сабири, давайте останемся завтра, вот в воскресенье. И дорожку сделаем, как мы друг от друга, и передадим. В воскресенье не будем делать никогда. Да, воскресенье нет. И решились на неделе собраться. На понедельник. Я этого не знал, прошу прощения. Значит, надо прийти. Вот это обетование, оно должно подтверждаться тем, что мы его расслышали. Бог действует нашими руками, Он может весь мир накормить. Иоанн Наталуз говорит, вода в реке шевелит песок. Но Бог может сделать, что это будет золото, золотой песок. Такое бывает, золото намывается. Тогда на ком ты покажешь добро? Если все, то будут накормлены. Больше никак. Мне интересно, выражение нравится, я говорю, будет вечное мучение, будет вечная радость. Но пострадать за Христа можно только в этой жизни. Поставь это в условии себе. Феодосий Печерский ходил на собеседование с евреями и крепко поддевал их, задевал их, так, чтобы они его распяли. Хотелось умереть, как Господь наш Иисус Христос. Понимаешь, что-то не так, не надо, может, так было, но однако, какой был дух. Я хотел спросить, почему нет Нади Польгуева занятия? Они уехали после собрания. Они после собрания уехали сразу. Почему я спрашиваю? Из-за работы дядь Коля и нам даму. Ну, ты уверена, Лен, ты сейчас уверена говоришь? И предположительно. Ну, обычно предположительно промолчи лучше, если ты не знаешь. Это роль берет человек, она все время встревает. Встревает роль адвоката и при том заступается, когда ее никто не просит, это не надо. А вот, которые есть, судят, это даться смирение. Как раз они это делают. Это один и дух с теми, кто нападает. Это один и тот же дух. Сказал, и сразу вышло. То есть, в ответ я уже слушать еще не могу. Она же вышла сразу. Говоря, у меня нету. То есть, она остается совершенно неприкасаема. Сплеснула и опять отошла. А там сидит и шепчет. Христос что, плевком на плевок отвечал? Какой-то плевок. Да слова-то Христа мы еще не произнесли. Люди приходят к нему покреститься к Яну Крестителю. Христос говорит, змей по рождению Ехидины. По рождению Ехидины это змееныши. Вот еще о себе речь. И кого он привлек этим? Ну, чего ты на это не отвечаешь-то? А она не будет отвечать. Она сказала, шмыгнул, и меня нету. Это она порциями в плеске свой яд. И Николай Единский уже мог звучать больше всего. Но она не меняется нисколько. В прошлом году была она такая, нынче она сразу бросила и сразу собралась и ушла. Понимаешь, вот мы говорим надо молиться. Молиться надо. Это чуждый дух. Христос никогда к плевком не отвечал. Какой плевок. Люди ко Христу приходят и говорят. Говорят слова, которые они подтвердить не могут. Кем ты делаешь себя? Даши. А он говорит им в ответ. Почему вы не понимаете речи моей? Восьмая глава Евангелия Террена. Какой плевок он сделал? Где ты нашел? Он прямо знает их сущность и говорит, ваш отец дьявол, дьявол. Папа, папа, дьявол у вас отец, а не этот папа. А почему? Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Ты заступаешься за лжец, отец свой дьявол. Он клеветник, в великой ярости сошел на землю, ища кого поглотить, он ищет. А ему разницы нет. Собрание, это церковь, епископский собор, синот. Ему разницы нет. Ему главное поглотить. Почему? Ложь. Человек-убийца и ложь. Вот эти сейчас, которые нападают на меня, они день и ночь жажут смерти моей, смерти. А Господь их не слышит молитву. Это они бы, если мы там замерзли, не сделали, они бы ликовали, как опять нет, Бог дает полную победу. Я говорю, что Павел говорит, считаю себя счастливым, что могу защищать все. А она-то стоит, а ей не надо, зачем. Как я обвиняю? Они ко мне зашли, они меня поганят, и я объясняю, этого нет за мной, нету. А зачем вы тогда оправдываетесь? Вообще. Тебя трогают? Тебя долбят? Нет. А зачем ты оправдаешься? Муж тебя толканул, а ты говоришь, да я не виноват, он сам был такой-то. Зачем ты оправдаешься? Это семейное дело, а ты все время оправдаешься, если уж на то пошло. Христос говорит, я чту Отца Моего, а вы поносите Меня. Я ей сказал, я поясняю их слова, и объясняю, нет, я не лжец. Они ни одного слова не могли доказать. Нигде. А выпустили сейчас ролик, и написали, Игнатий Лапкин-Терелл лжец. Ни одного слова, ни одного, сотни лжей там допущено, почему дьявол. Ничего этого не было. был такой человек, был такой человек, очень известный, Тарасий. Житья его 25 февраля. И вот когда он умирал, в это время бесы окружили его и говорят, а вот ты делал такой грех, а вот ты тогда делал, а вот тогда, то есть вот эти бесы вокруг меня сейчас колготятся. А он говорит, лжать его, ничего этого не было. И сдохла собака. Я им могу так ответить, ничего этого не было. Не было. Вот они знают, по-любому как раз, здесь был отец Николай Бурдин, там у них, в городке, в этом, где они живут, на южном. И он выходит, Николай, вот Игнатий Лаппин, а никто его и знает-то, он за американские доллары закупил телевидение, радио, везде выступает. Вы знаете, каких это денег стоит? Ну, представьте себе, телевидение приезжает из Германии, приезжают люди с Израиля, с Аргентина, с Израиля, с Америки, с Австралии. Я только покажу, которые были, оставили. Это чего-то стоит. Да не платил я на рубля, а фильмы о вас снимают. Вы понимаете, когда Евдокимов погиб, так это друг президента Российской Федерации, Путина, и они какой сбор денег делали-то издать? Издать про него фильм-то? Специально был назначен человек, режиссер, и он ездил по всем местам. Вы знаете, какие деньги? Они, я не знаю, несколько лет собирали деньги, Краевая администрация, издать произведение Шукшина Василия Макаровича. Там, кажется, шеститомник вот такой вышел, но больше ничего и нет. А здесь 38 таких книг. Да вы знаете, сколько стоят какие-то деньги? То есть, лапкин все деньги, деньги, деньги. У них в мозгах ямки нету, что есть Бог щедрый. Бог настолько щедрый. Ты можешь подтвердить это? Ты можешь подтвердить? Могу. Ты испытала в жизни, какой Бог добрый? Открой небо. А за что Он тебя так любит, если просто за то, что я Его люблю? За то, что я всю жизнь прожил в любви Божией? Я люблю десятину. Я и так люблю, как еще ни одного человека не встретил, кто так бы любил. понимаешь? И поэтому Бог мне так дает. Дает так, что нынче даже опешили. Представляете, я только сейчас за лето, за три месяца 440 тысяч выложил. И все это заснято, как я отсчитываю десятками. У меня нет ничего. Ничего нету. А люди звонят, можно вам деньги переслать? Можно деньги переслать? Это люди, которые постоянно у нас пытаются. А Христос не отвечает плевком на плевок. Ты хорошо знаешь, Павел не отвечает. Но вот противится человек Христиан, не отвращает других. Он говорит, ты сын дьявола, враг всякой правды. Да коли будешь совращать прямых путей Господних, вот рука на тебе, и не будешь видеть свет, и ослепил его. Вот это хороша проповедь. А почему Павел ослепил? Его Бог самого когда-то ослепил, и он прозрел. Он так подумал, видимо здесь, так я на то уж говорю. Хорошее средство. Отнял у него зрение, и все. Катаракты покрыл ему мраком. Я только лишь поясняю, не защищаюсь даже, а поясняю, что это ложь. И мне этого права она не дает. Я никак не обвиняю, я прошу только помолиться за них. Непрерывная ложь. И даже они не могут ее повторять. Они сейчас не знают, что делать. Они вешаются по людям, и каждому гадят. И ко мне звонят один, другой, а что с ними сделалось? Так они же хороших отношений с вами были. Хорошие, слишком много было доверено. Этот человек сколько раз в своих плитах, ты лапки не знаешь, не знаешь, найди в контакте его. Одновременно, сегодня, в 3 часа дня, нажмите, и его заблокируют. Тысячу людей, полторы тысячи у меня заблокировали. И аппарат блокирует, вот такая система. Через ней его разблокировали. Я ничего не вставляю. Он говорит, как, да что-то ничего не пишут, еще раз заблокируйте. Это как раз он и делал. А когда мы начали переписываться, он говорит, тут Дудин, священник, с больным мозгом. И он говорит, ну я тогда написал в администрацию, чтобы сняли блокировку, я ошибся, это дело. Ну как ошибся, я тебя не трогал, ничего. Есть такой Сергей Журавлев. Он был когда-то Костромской, кажется, священник, а теперь он архиепископом. Образовал там автономную какая-то церковь, свободную, там какие-то названия у него такие есть, обновленческая где-то. Ну и он, раз в патриархии было, они так с него, он ушел в сектанты, харизматы падают, когда там крещат. И они на него. И тульская епархия там пошли где-то, надо его, и заблокировали его. Я как узнал отцу Ивану, позвонил, отец, что вы делаете там, да это не я, это епархиальная, там немедленно умолитесь снять. Разве такой способ борьбы Бога где-то одобрял? Вы что делаете-то? Вы уберите скорее, пока вас на весь мир не понесли, как сергианцы, вот это докладывается Сергея Строговницкого, это враги в тюрьме. Вчера сидели вместе в синоде, а сегодня это враг, врач советская власть говорит, кого арестовали, это враги, это враги. От своих мучеников церковь отказалась. Это все вот сейчас, что это было патриарше от митрополита Сергия. В истории мира этого не было, чтобы церковь от славы своей отреклась. Слава церкви. Я сидел, я исповедник, а вы знаете, зачем он сидел? Вы не знаете, за изнасилованный малолетний. Они не знают, что сказать, у них никакой мерничать, потому что дух лжи вошел в уста. Я это говорю, не было этого, не было этого. У меня в обвинительном написано, 190-й прим статья, другой у меня не было. Я судим по одной статье. Распространение заведомо ложных измышлений порощих общественно-государственных строй Советского Союза. Заведомо. То есть я знал, что раскулащивания не было. А я говорю, раскулащивали людей, ссылали. Не было этого. Я говорю, с тещаников Бутова расстреливали. Ну не было этого. То есть я не верю в это, а придумал какой-то Бутова. А потом там президент Путин ходит по Бутово, его будет не может быть. Чудовищно. Что же это? Это президент из КГБ. Сегодняшний у них другая формация здесь. Чудовищно. Что это? А я тогда говорил, брал интервью репрессированных, которые вышли оттуда. 12-й том, вот он лежит. Почитай рассказы. Валя Конева умерла. Умерла. Это она с матерью бежала из ссылки. 700 с лишним километров тайгою. С дверями. С тремя детьми. Это хорошая советская власть. Я про это говорил, ее записал. Она и Мария Ивамбина звать. И это у меня в обвинении стояло. В обвинении. Разговор с Марией Ивамбиной. Вот Валентина Павла Конева умерла. Это ее мама. И Валя с ними вместе шла и пряталась, и лежали там. И какие кордоны она проходила. Вот 12-й том. Как она записала, я ее на магнитопоне, ее разговор, дикцию, все так и сохранил. А другая, Щукова. Здесь была, он был в сахарном заводе директором. А в то время, когда он там-то была, был во Франции гвардеевист. Там мужчины самых лучших отбирали. А вернулся антисоветчик, он говорит, да я советскую власть даже еще не видел-то. В коммунисты вошел, расстреляли. А у нее сразу все подмели, 10 лет зашло, потому что я была его женой. Детей тоже сразу отняли. Валера, сын, сразу отняли. И тут же все рубили, рубили, отнимали. Подряд всех. Я это все записал. А теперь пишут. Благодаря таким, как Игнатий Тихонович, подмывались и стои тоталитарного строя, и рухнул этот колос на глиняных ногах. Благодаря. Я не стал жениться, такой роли не сыграл. Христос не отвечал на плевог. А Павел отвечал. Какой плевог? Я, Павел говорит, требую суда, кесаря, мне не дают. Почему меня не вызывают нигде? Я прошу вызвать меня на потерянший суд. Поставить перед Савловской комиссией. Что, слабо? Как у заключенных говорят, слабо? А другие говорят, да они еще самоубийцы, что ли? Вот как. Это мне обетование дано, что я избранник Божий. А как? Тайная молитва всегда была. Тайная. Они этого не знают. В детских лет таких я прятался, где помолиться, связь с Богом. Я там, у сектантов собрания казался, нет, мне дали Евангелие, я через пять минут был верующий, я был готовый. То есть, ни одного слова правда дать, я поясняю, не было этого, этого не было. Как Тараси умер, я сказал, врете, вы все лжете, ничего этого не было. Запомните, такое житие интересно. Так его демоны окружили. Ну, мало что демоны. Он говорит, один из вас дьявол, он предаст меня. Дьявол, он кого называет? Петр сказал мне так, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Это не мои характеристики, это плевок или не плевок, когда апостол он называет сатаной. Это что такое? А потому что это соответствует действительности, ты заботишься о человеческом, чтобы больше людей было, каноны не нужны. Это сатана. То есть, на соборах присутствовало примерно 1503 епископа. Ты вообрази, таких собраний сегодня нигде нету. Вселенские, и они полностью все убрали. Все, за обор 10 лет. Как отменяли, сколько? Нет, я ее назначил 10 дней, по 40 поклонов. Да она, когда блудила, за один приход большее число расколебнулось. А ты ее назначил за убитого ребенка. По 40 поклонов. Понимаешь, это изверги рода человеческого. Но это им название дается. И в этом все я вижу в Писании. А должно было, должно было. Моль, ржа и вор неискребимы. Они воруют, они похищают. А клеветник может быть вне дьявола? Не может быть. Ваш отец дьявол, ваш. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы хотите прямо скажи сатана. И он нашептает, они его не видят. Вот, святой Мартин, епископ. И он сидит тихо, кротко, смиренно, отдыхает. Вышел из монастыря. А в это время дьяхон приходит, бакрицей звать. И он начинает, говорит, ты старый хрыщ, привык тут только жить за чужой счет. Сам ты что делаешь? Он молчит, сидит. Посмотрел, глаза поднял, а там рядом холм и два черных эпиопа с хвостами с рогами. Моящат ему и в ладоши хлопают, что бакрицы-то делают. А он-то этого не видит, спиной стоит, а он за него увидел, что он не сам говорит, а они ему влагают мысли. И вот эти двое-то, которые, им сатана влагает эти мысли-то. Клевету такую возносить. Он только говорит, придет время, бакрицы, ты будешь епископом, и у тебя будет вот такой же человек против тебя, ты все это выхлебаешь. Так все и случилось. Добился епископства, но у него был такой враг, от которого-то и сна не было. И ничего нельзя сделать. Так они монахи, вот все зло там скопилось. Златоуста, епископ Форетри, в горах, когда его вели в ссылку, с монахами делал засаду, чтобы убить. Чего ты за них сцепляешься-то? Я за монахи. Он говорит, против. Нет, за, без всяких обетов. Мне обетование дано, я защита твоя. Я по крутого заветкам и услышу его. Я верю в обетование Божие. А как это будет, не знаю. Внезапно помощь, неизвестно откуда, и она придет. А эти люди как? Эти люди внесут нам славу в вечности. Радуйтесь и веселитесь, когда имена ваши понесут, как неугодные сыну. Сейчас. Как гнали пророков, приубывших прежде вас? Гнали. И Стефан говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? И вы убили предвозвестивших пришествия Иисуса, и, наконец, подняли руку на его. Так он их что? Поносит? Стефана уже побивает камнями. Нет, он поясняет им истинную картину. Вы гнали пророков всех, и убили главу пророков. Вот как. Поэтому заговорящего это, вы всегда молитесь. Это непокоривый дух. И он ведет ее в тяжелые переживания. Очень тяжелые. И не только семейные. А почему? А ты это высеяла. Лживые защитники нам не нужны. И лживые обвинители, лживые, они приносят нам пользу. А лживые защитники, я не такой, меня будут возносить. Мне пользы нет. Никакой. Я, Игнатий говорит, против слова прелесть. А поясните, что это такое прелесть? Какое? Да кого не слушаете такого? Кого я не слушаю? Прямо покажу. Вот я сказал, и вопреки Слово Божие. У меня есть обетование. Если ты будешь взывать ко мне, я услышу тебя. Услышу и помогу. Я верю в 90-й псалон. Мое понятие об обетовании. Конкретно на сегодняшний день. Мы и сами должны что-то делать. Так а что себя защищать? И зачем защищать? Третий том святого Иоанна Тауста. Его сослали в ссылку. Он пишет Иннокентию и письмо Папе Римскому. И он пишет, все этого не было. Христиане его сослали, а в это время пожар случился, сгорел храм. Царские дворцы. Это все приписали его последователям. Там не было наших поджигателей. Их никого вообще не было там. И как огонь, говорит, горел, которое строение должно было остаться, пламя летело и загнувшись с дугою и через здание и то здание сгорело. А епископы, которые его все кончили печально, в храмы идут, один другому наступил на пятку, образовался рак. Другой сошел с ума. Это все Златоуст описывает, показать. Я не виновен. И мы Златоуст сочним, а тех нет. И жить так, как жил Златоуст, это желание каждого христианина, вопиющего к Богу а воочию. Я сказал это для того, чтобы вы знали, о чем молиться, если ты расположил. А не радовался неправде. Не радуется неправде, но радуется соистине, мудрость выше. Вот как. Еще раз об обетовании. У каждого у нас есть обетование. мы о нем не раз слышали. Но кроме обетования, как правильно только что Игнатий нам свидетельствовал, нужно делание. Делание от каждого из нас. Я вспоминаю тот сон, который Наталья Приходько рассказывала, что Батюшка через сито просеивал, как бы. И просеялась она сама, и многие уже просеялись. Почему? Потому что не бодрствуем над своей душой. И кто из нас не грешен в человекоугодии? Я усматриваю здесь в конкретном случае человекоугодия. Лева, жена, вот как бы не оказаться неугодными в их глазах. А они там, в Московской Патриархии, и ни в какую она тут побывала, и все, здесь она уже никак не может быть. Инородное тело у нас слезы, недовольство ей прямую сказали, все они теперь предвзятое мнение отсюда, вот эта предвзятость. И что бы теперь ни исходило от этого человека, все это плохо. Все это воспринимается в штыки. Главное, что она ведь знает, что все эти адвокатские ее действия, они не будут известны этим людям, которых она пытается защитить, адвокатствовать в их сторону. Кому это нужно-то? Ей это не нужно, им это не нужно, а кому нужно? Для того, кому что утащить ее душу. И других тоже. Бодрестность над своей душой нужно, прежде всего. И не иметь предвзятого мнения. А предвзятое мнение может легко сформироваться, если мы будем слушать вот такие наветы. Тут так, когда обвиняют, а ты промолчал, сразу же в интернете везде появляется. Вот видите, он ничего не может сказать. Так и есть все действительность. А тут вот какое дело. Это можно было не говорить, но Христос всегда говорил, нет этого за ним, как Тараси, не было, все вы в жуте. Это необходимо дать, а иначе люди говорят, а тебе говорили, ты молчал, и я подумал, что это такое. Почему ты не сказал, что это неправда? Ну, в народе говорят, молчание – знак согласия. В народе говорят пословица молчание – знак согласия. «Неправда?» Я отвечаю за свои слова. Да, мощи надо захоронить. Ни у одного мертвого не спрашивали разрешения резать его после смерти. Ни у одного по сегодняшний день. Никто. А что, запрещали прикасаться? Таких много. И я их все нашел. Андрей Кураев говорит, Игнатий ничего не придумывает. Он раскопал пласты целые, где мы забыли. Когда они категорически запрещали, укоряли, грозили. Резали, везде мощи, везде мощи. Нанотехнологии, говорят, скоро будет. Что-то из каждого дом, ну, хоть микрончик от мертвого. Это язычество, дикое черное язычество. Как оно может там пребывать-то от него? И где его собирать? Написано, что первые храмы христиане ставили, там должны быть мощи-мощи. Мощи, не частица мощей. И не от Игнатия Бринчинного мощи, а от мученика. То есть, мучили, убили за Христа. Все искажено. Вот привозили. Кого в городе, наверное, стояло? Кого привозили там? Привозили мощи князя Владимира, который крестил Русь. Так он не мучил. Вот надо же было до такого, до того, дошли мощи князя Владимира, крестившего Русь. И теперь возят его. Я теперь спрашиваю, князь Владимир, он когда стал верующим? Ну, когда, когда крестился. Крестился. Правильно. Крестился, переменил как бы. И как его теперь зовут? Василий. А при чем тут Владимир, у которого было две тысячи жен. Соломону только тысяча. У этого две. Две. Родного брата убил еще за его жену. Ярополка. Ну и, почему Владимир? Это вот он, Владимир сидит-то. Владимира нет. их крестят и называют и храмы и прочее во имя язычника. И у него два сына были, Борис и Глеб. Ну, они как верующие были, да, они крещение приняли. А в крещении как назвали? Роман и Давид. А при чем Борис и Глеб-то здесь? Ну, был Савв. Савва-то мы не прославляем, а прославляем-то Павла. И понимаешь, настолько у нас все это не прикрыто, глупо. А можно изменить? Нельзя. Бог попустил. Попустил, так оно будет дальше. Но ты должен говорить, будут они слушать или не будут. Ты говори, пророк Иеремия, говори и не умолкай. Они будут бурным ветром против тебя, палящим, а тебя сделают скалой. Она просто разбиваться будет. И они ничего не могут сделать и сказать. Не могут. Они бы открыли и сказали, а вот это вот не так. Вот считаешь, все правильно. Видимо, доходит до комментариев где-то и он дает свое толкование. Я не даю толкования никакого. Я расширяю то, что на сегодняшний день. Комментарии-то посчитаю. Я вставляю туда Игнатия Брещаниновой, Феофан Азапуа и Игорь. Так вот тут же опять было, мы как раз эту третью главу проходили и здесь была ремарка. Уверуйте в проповедь. Это говорит-то Феофилак болгарский. Поднимается рука и говорит, а я не согласна с этим. Ну как? Можно говорить-то, ты не согласна. Но Господь сказал, идите проповедуйте по всему иру. Что может быть главнее для каждого христианина как исполнение его этого слова? Нет, ничего нельзя. Почему? Дух лжи. Они не могут быть другими. А он хотел бы. Не получится. Потому что хотение, претворение в жизнь, надо камни убрать, камни лжи, покаяться. А почему? Потому что предвзятое мнение. Потому что это из ремарки человека, которую она не принимает. Что интересно, когда не принимает, это самое предисловие златоуста. Так он в Теофилаке златоуста вставлено. Это не мое. А они-то видят, что написано златоуст. Это уже Игнатьев вставил. Но вставил, это что-то плохо. Да златоуста, я поясняю, что это златоуста. А Теофилак не боялся сказать, что я беру, это большинство из этого взято из златоуста. Он сам говорит. Это надо радоваться и веселиться. За души, которые совращают, придется ответ держать. Как душегубцам, как убийцам. Человек-убийца и лжец. И они не могут иначе. Ну отойдите. Давайте помолимся. Никак. Я им дары посылаю. Но еще мед посылал. Не принимают. Даже Яговитину приняла. Которая важна. А эта нет. Галя Силиной понесли, а она никак. Всегда через личностную площадку. Я хожу, когда мыться. Я говорю, иди к ней. Я ходила, а она нет. Зови помолимся. Она всегда заходила. Мы кратко, сто поклонок. Ни под каким видом молиться уже нельзя. То есть, какой же это дух? Молиться нельзя. О любви говорим. Любовь. Мы не говорим ни о чем. Просто зову помолиться. Помолиться. Не под каким видом. Я посылаю дары. Не под каким видом. Это что, не ожесточение сердца? А вы бы приняли. Поцеловал бы. Не то, что принял. Это не то. И это все. Во славу Божию. Положи на сердце благодарить Бога. Но возоботься и о них. Поясни один раз. Это не так. Надо Писание считать применительно к сегодняшним дням, к себе самому. и ты увидишь, как трудно человеку отвечать за свои слова. Как трудно. Как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте. Вот как они поступают со мной, точно так будут с ними. И как по-другому. Я рассказываю, как у нас Валя мне рассказывал про коров своих. Самая вредная корова была Миша Рететина. Это невозможно. Коровы едят, она одна пошла, другая за ней, третья. Приходится отбегать, стадо возвращать. Я только вернулась, а она на эту сторону пошла. И наконец, говорит, корову эту, приехали покупатели, так я, говорит, посла в этот день Валя, говорит, я зашла в сторонку и молюсь Господи, только продай ее, убери. Ну, чтобы можно было пасти-то нормально-то. Продал Миша нормально-то. Утром выгоняю, ну, хоть вздохнула хорошо зато. И, говорит, барабаша корова, точно так же стала поступать на ее место. Как будто бы не убирали. Барабаша корова, такая хорошая корова. Я, говорит, встала молиться, он ее, что-то она болела, зарезала. Ну, слава Богу, нету. На утро встаю, говорит, Андрея Устинова мьется. Корова, никогда ее не видела, нету. То есть, они уже в очередь один за одним, поэтому благодарите за то, что есть. Я не прошу убрать ни того, ни другого. Только вразуми, господи. Останови, господи. И еще нельзя. На место двух быков, которые против меня, я ролик выставил. Видел, как быки там все делают? Видел? По Деляевке. А, нет, нет, не видел. Игорь, Глушков, заколол корову. Ну, и требуху-то отдал Сергею. Он ее принес сюда, распотрошил для собак. И теперь ее вешаю, промыл, и вешаю там и козы, которые пишем, козыки-то. Тебуху повешал, для чего повешал? Ты чтобы растекла вода, наверное? Да, да. Да. На завтраку нет коров, а у коров нюх отличный-то. Как они услышали, сюда быки первые, которые не подложены, это порос называется. Как они подошли, а там у меня поленица рядом, одна, вторая, третья, а они все в дребезге родились. Я прихожу, все дрова в дребезге, козел сломан, скамейка, ноги-то моете, там моетесь, а скамейка выворощена, а козел на двух ногах стоит, а у него шесть ног должно быть. А там стили, что ли? Я додвое узнавать, что это кто пас до обеда-то? Ну, пасет Люба, она замещает учеников. Я поехал, Люба, ты пасла? До обеда? Нет, не я. А кто? Устинова Ирина. Я к Ирине. Ирина, ты пасла вчера, да? А чего ж так не смотришь? Так нам подошли, все переломали. Ой, Игнатий Тихоновича никогда не видала. Быки-то как сумасшедшие сделались, как бес вошел в них, как они орали, коровы, как они рогами эти поленицы разбрасывали, как они копытами земли все через себя бросали. Это что такое? Я подумал, а что тут такое может быть? Бывает из-за телок. Телка, если гуляется, ну и там парни за ней ухлестывают, они тогда бодают друг друга и прочее. Ну, даже женщин называют телка. Телка. Вот это телка. А Андрей говорит, нет, коровы иногда найдут оторванную шкурку от овечки где-то. Как они кричат, это протест против смерти. А тут все свежее. И ты навешивал на это, так они подадут, которые козу-то ложить между ними бревно. Вот так, как они орут. И в следующий день они пришли, я все заснял и выставил. Быщащий протест против смерти. Как они орут, как землю пашут и уходят, развернутся опять. Смерть, смерть. Ну, видела ли она? Да, видела. Это ужас один. Я вообще первый раз смотрела. Коровий бунт, быщащий бунт. Быщий бунт. Это интуитивно у них так. Как интуитивно? Он запах чувствует смерти. Там даже пена идет. Слюни такие, они как бешеные делают. Их осенью убьют. Они чувствуют, это ему то же самое. Осенью их зарежут. Но вы рискованно вообще подходили. Мне кажется, я туда не забыл. И вот я гляжу на это вот, к чему я это рассказал-то про быка. А они видят, что в словах моих жизнь и смерть. Запах живителя на жизнь. Павел говорит, и смерти на смерть. Потому что я говорю, то, что у них есть в церкви, когда они канону убрали, это скотомогильник. Скот убитый. И они орут так сильно. Я им показал, это смерть. Причищайте подряд всех. Эпитимии нету. Я вам зато говорю, кто без эпитимии, которые установили отцы, причищаете? Гибнет тот, кто причищает и кого причищает. Многие больные немало умирают. Они мне не могут простить. Ни на баптистов не нападают, ни на кого. Почему? Потому что они отвергивают. А кого, с кем воевать? Они себе где-то. А это именно в православии. Я пытаюсь развернуть головы людям, посмотреть на небо. А они наоборот их в баранье рог гнут. Им нужны рабы. Жалкие, презренные манкурты. А через меня они услышали, что православие это вера. Вера целомудрия, страха Божия. Строгости. А они все это убрали. Не надо. Им это не надо. Они не могут образовать общину. Общины никакой нету. Пришел, ушел. Заплатил, ушел. В глаза не видел никого. Упокой, Господи, душу, раба твоего. Ну ты посчитай, юродивого Андрея. Господи, упокой, душу, раба твоего. Леонида. Или там Бориса. Первого президента Российской Федерации. Когда они пели, так называют. А то Бог не знает, кто развалил Россию. Пьяница. Какая жизнь прошла его. Хуже некуда. И он стоит попою и так диакон бурщит, как этот форс здесь. Первого президента Российской Федерации. Упокой, Господи. Да где его упокой. Душа может в огне уже горит. Ну дальше-то маленько гляньте. Во-первых, ты лжешь. Он рабом не был ни одного дня нигде. Я это сказал. Кого вы отпеваете? И Андрей Юродивый идет, и они отпевают его. Господи, упокой, душу, раба твоя. Так прокурора хоронят. Дьявол говорит. Самого грешного человека. Душу забрал его. Достойного вечных мук. Да будьте вы прокляты, попы! Дьявол кричит. Кого вы отпеваете-то? И кропят его вонючей водой, говорит, и пеплом сыпят. И ни один не видит. Видит только один. И в житиях святых все написали. А я это опубликовал. Они кинулись. Я говорю, а что там в раздах написано? Написано. Я говорю, Тарасий сказал, 25 февраля по старому стилю открывает. Все вы врете. Ничего этого не было. Что они на меня говорят? Ничего этого не было. А потом извиняюсь. Ой, прости. Это есть, кажется, 28 марта. Я прозорливый-то. Демоны его, бесы искушали ужасно. Опрокидывали сосуд с квасом. Все попало, делали. Овечья приходили. Ава, прости нас. Мы искушали тебя. Прощение просят. Вот это она и просит. Делай так вот. Я не демон. Я человек. Прости нас. Мы искушали тебя. А один поет из них там, Авраами, блаженно непорочные в пути, в законе Господне выходящее, 118 псалом-то. Явал зашел и давай подпевать. У него голос хороший оказывается. Он певец. Хороший. До конца допел. А как уж он пел, это надо понимать как-то. А когда допел, он этот, Авраами утерся и говорит, блаженно непорочные. Да. А какое тебе до этого дело на него? Ты-то порочные вести. Он говорит, до того озлился, провалился с вами. Я знаю, я знаю, я не могу сказать. Из их книг, из их житий, я все это опубликовал. Симеон, столбник, считается, один из самых таких уже, действительно, садист, самый настоящий, по-другому, азахист. Как он себя мучил. Это так его называют неверующий, не я. Даже содрогнулись монахи, что он делал. Вы знаете, вот пришло время ему показать себя. Юноша совсем молоденький, послали за водой. И он думает, ну как Богу угодить? Это научение такое было. Он веревку у ведра оттяпал, и вокруг тела, она пальмовая, где-то... Все, резкая за... И тело врезается, наконец отмирает, заводятся черви. Он стоит, а у него черви под ногами. Братья говорят, ну невозможно, как дают в столовой, прям тошнит. А чего он вонь такая, а у него резка черная. И наконец увидел у него червю. Сын мой, настаточный, ну-ка открой. Открыл веревку, кто-то уже в тело вросла туда. Так и ахнули. Ой-ой-ой. Что делать-то? Его не исправить уже. Решили прогнать из монастыря. Знаешь, Сема, уходи куда-нибудь. И он пошел, теперь, значит, плохо подвязался. Ходил и думал, и смотрит колодец пустой. И он туда нырнул. Упал, конечно. А там были гады змеи, все змеи исчезли. Как написано, что они там задохнулись от него, или что? Это видение после этого, что Божья Матерь сказала, найдите его, покоя вам не дам, пока раба моего не достанете. Кто это видел? Раба. И он стоит, взял цепь, привязал себя к скале, штырь забил. Это фильм «Кукушка». Кто видел? Нет. Видите, «Кукушка». Зарядите в интернете, посмотрите, это финско-русская война. Как его там приковали, снайперы, и как он оттуда отрывался, и дальше, что с ним было. Амилетий, это учитель Яна Златоуста. Он подошел, посмотрел, и говорит, это цепь тебе ничего не даст. Надо приковать себя. Волей. Волей. Добровольный. «Стану и не пойду, а цепь мне нужна». Наверное, правильно. Оторвал цепь, бросил. Он не знал, как. Вот Андрей Евроев, Симеон там есть тоже. Он не знал, как. Вот охота еродиума быть. Бог прославляет людей. И говорит, Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью. А у православных высший подвиг лишиться всякого ума и отрекаться от ума и показывать, что ты дурак и ползешь на четверенька. Это самое Богу угодно. Когда по образу Божьей созданное создание творит вот такие дела. Это прославляется. Специальная книга юродива. Юродивая Русь. Проиграли все. На помойках истории оказались. И он не знает, ну как, чтобы меня за дурака-то посчитали-то. Собака задавлена на дороге. А их сейчас много мы ехали. Он ее собаку в пояс снял, привязал ее и волоком пошел и запел. Может быть, раба Божия или еще что-то. Дети маленькие увидали. Юродивый, юродивый и камнями его. Все. Уже зашел. Сдал экзамен. С сегодняшнего дня он будет вытворять, что ему нужно. Ну все правильно. Ну как еще доказать? О, баня, мужское отделение, женское. В женское пойду. Он в женское. Снулся туда. Ну а что женщины? Когда увидели мужика, они его тазиками поперли оттуда. А другой спрашивает, ну и как? Все-таки ты там был, женщины голые? Как дерево среди деревьев. Да если одинаковое дерево, дерево, зачем ты залез-то туда? И это все прославляется. Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Бог прославляет премудрость, себя называет премудростью. А здесь самую дурость, клевету, все это возводит. Подлость всякую. Как это можно? Режут мертвого, раскапывают. И вот стоит, ноги вот так отпилили, пальцы вот так на ногах скрючены, и он стоит, обмывает. А куда воду, говорят, эту пьют, наверное, там другие там секанты выступают. Епископ, священник, митрополит стоит, ноги, руки отпиленные и моет, отмывает, но не заплеснил и всего мертвеца. Да какая же это религия? Да религии Бог не оставлял. Оставьте мертвецам хоронить мертвых. Вот он мертвый, умер, и хоронить, это уже мертвец вот этот. А чтобы мертвец отошел и раскапал, такого, как будто Богу на ум не приходило. Да еще раскопать, а теперь резать, мыть его. Я что говорю-то? Я говорю, что кладбище это поле будущего воскресения из мертвых. Оно людям не принадлежит. Люди спят, написано, спи, дорогой брат, спи, дорогая мама, земля, она будет тебе пухом. Не трожьте. Я что сказал? Я сейчас повторю, что мертвых трогать нельзя. Это небезопасно во всех отношениях. Я говорю, или вот придумаю это? Вот такое дело. Нам дано обетование. Воскресение из мертвых. Но нигде не дается обетование, то, что от мертвых кусочек отщепну, и будет хорошо. И вот этот Семен Столпник, который все это делал, и он умирает уже, а патриарх сильно к нему привязан был. И охота от него благословение получит. Да я мирянин. Он пришел тогда. Сема, я хочу тебя рукоположить. Как? Ну, слазь оттуда, я не слезу. Ну, ладно, стой там. И он издалека начинает его рукополагать. Рукополагать! На расстоянии 30 метров. Я рукоположил. Но теперь благослови. Ну, разве это не игра рукоположением-то? Ну, вопреки всех канонов. Он согласия не дает. И теперь он, патриарх приходит, когда там что-то у него неладно, или что, благослови. Он благословил и пошел. У патриарха нету благословения. Понимаешь, это все наше православие. И он умирает и говорит, от моего тела, то есть трупа, не брать ничего. Он наказывает. Но патриарх-то его любит. И вот они его хоронят. Патриарх потихоньку из бороды. Одну волосиночку и цены. Сразу, ой, ой, ой. И рука сразу стала на глазах желтеть и сухой сделалась. За одну волосинку. Вы почему от людей это прячете-то? Мародеры. Это мародеры, которые вытаскивают это. И рука отсохла у патриарха. Ой, Сема, прости, да вот твоя волосинка, тебе на место. Опять рука заразовела. Да слава тебе, Господь. Вот это святой. Обычно, когда умирает человек, говорят, было как-то пасмурно, а потом вдруг солнышко развеялось и радуга там. Ну, обычно так говорят, вот как здесь купол. Зарды святой получается. Здесь купол когда ставили, радуга была. Ушарист, только у Капранова там писали про это дело. Здесь наоборот. Когда Семен умер, поднялась пыльная буря. Пыльная буря. Налетела несметное число черных птиц, и которые кричали если бы это было сектантом, сказали бы, тысячи демонов собрались, в ад душу потащили. Но это наш святой, патриарха благословлял. Это свято ставится. Первый сентября житель святого семьяного столбника. Прочитайте. Я их начитал, поэтому знаю. Я не определяю еще, ну говорю, что ну не так. Я говорю, вот видение. А вы еще против видения? Да не против я, потому что явился муж македонянина, и говорит, приди к нам, помоги нам, проповедуй. И везде, где являлись, звали проповедовать. Здесь наоборот, явилась икона чудотворная какому-то крестьянину, и тогда уже голос раздался на этом месте строить монастырь. Еще 20 лет прошло, в другом месте опять чудотворная державная, и опять строите монастырь. Почему видения? Это другие. То есть собирай, и там никого не упускай. Стену строй мандру, и все. Архимандрит опасно. Архимандрит, старший над стеной. А мандр это стена. И все. Вот откуда мандрит. Как просто все. Мандр, стена. Стена. Архи это старший над стеной. Ни на чем больше. А они теперь за это звание бьются. И вот везде одно, набери больше мужиков, там женщин, и никуда не упускай. А больше видения. Приди к нам и помоги, тут на нас нет проповедников. Ну разница-то есть. Абсолютно противоположная. Я это все вскрыл и выставил целый ряд. Вот она, симфония на шите святых. Вот здесь все сказано. Впервые в мире создана такая вот по шитям святых. Ты бы о чем только не сказал здесь. Сразу открыл, что здесь-то? Мученик, музыка, где встречалась, какой святой, какого числа, что главное выделено. Посчитай, сколько позиций. Это мой труд. Тут прямо написано, вот, по благословисти в фоне указатель, автор-сославитель, Латвий Геннадий Тихонович. У меня патриархии брали, ее пачками везли. Но когда разобрали, что я там выбрал, то больше не берите, говорю. Там все против православия, против патриархии. Где-то я патриархии даже не упоминаю. Вот открылась, где православие, дальше предатель, пресс-фитер. Где, в каком житии, в каком веке и что вел пресс-фитер. Они меня отлучают. То есть, они меня прямо Игнатий в аду будет и все, они уже определили до суда Божия. Она им не говорит, а почему они вас судят? Они не судят. То есть, она мгновенно на той стороне и не меня судит. А она заступается, чтобы не трогал. А я ей поясняю, это вам не дано судить. Ключи смерти и ада находятся у владыки мира. А в откровении это написано, ключи смерти и ада не дано человеку определить, в ад он пойдет или не пойдет, если не раскаяться. Я еще сказал здесь-то. Я ей поясняю это. А они там что делают? Как они поносили? Но мне благо от этого. И я их благословляю каждый день. Благослови их, Господи. Пошли в разумение. Не дай им погибнуть. И в судный день, Господи, не вмини им этого греха. Они не знают, что творят. Где я служу? В каких словах? А плевок на плевок. Она сказала, плюнул и пошла. Но ее плевок-то я не стараюсь ответить. Она ничего не сказала. Она может сказать, что там написано. Нет, Житья святых знает. Нет. Писание она не может никуда определить. У нее вот такое сумеречное сознание. То есть человек, это не просто не в общине, а он категорически настроен против. Можно только молиться. Я о ней молюсь каждый день. Надежды им поминаю каждый день. Я этих гонителей Виктора Сергея поминаю каждый день. Я перед Богом. Перед Богом. Разуми им, Господи, благослови им. Дай им твердое разумение истины. А они молятся о чем? Это они видно. Андрея Кураева как зажали, составили особые молитвы. Там что они делали? У них нет веры. Никакой. Даже неверующие. Неверующие меня судили, но этого не было. Вот так, чтобы голословно и я их могу привлечь за это. Просто я говорю, что можно. Тем более, они выступили, тем в эфире, официально, это не где-то в интернете, а прямо в студии. То есть они уже уголовно наказуемые. 169-я, кажется, статья, сейчас вторая, за клевету. И она грозит сроком. Но мне это не надо. Они могут оправдаться или нет, никогда. Там потребуется доказательство. Доказательство. И врач скажет, вот я режу голубей. Это садизм? Да, конечно, нет какой-то. И режут ведь. То есть они не знают. Не умыть. Не знают, куда применить слово. Вот что они слышали, где все до православные, то другое. Они это лепят. Господи, прости им, они не православные и не знают этого. Православие, это чистота, это святость. А вы их как? Да я их вообще не трогаю. На их ресурсы, милую, к ним не захожу, они мне не нужны. Ютуба у них нету, форума нету. У них ничего нету. Они ко мне зашли во двор, в мой двор, двор, они тут гадят. И мне пишет, один говорит, зачем вы разрешаете им испражняться в вашем доме-то? Вышвырните их, запечатайте еще один список. Кто с ними имеет переписку, я вам даю совет. Сделайте это. Вам покоя никакого не будет. Они выискивают в моих друзях, кто теперь на них выходит и начинает клепать против. Я сказал, а я буду их, ты можешь делать как угодно. Я сказал, моей вины больше на тебе нету. Если я обречил, ты, говорит, погинешь, а кровь, его, на его голове будет. Из Икииля 3.18. Правильно говорю, нет? Да, имени. У меня молитвы другой нету. Вот он болеет, я молюсь о нем, о семье. У него в квартире, я каждый день молюсь, Господи, у меня друзья рядом знают. У него и у Гаврила квартиры нет. Господи, дай им жилье. Да кто кого любит? Какой же это плевок? Он квартиру не может достать, живет в церковном доме. Если я буду что-то говорить не так, архиерей меня средиземистый, детьми выкинет на улицу. Эти слова зафиксированы. Я ему послал в Новый Завет передать архиере Ростиславу где-то. Он так не передал, боялся его. Дед Щукар, когда пришел в партию, записывался к Нагульному, а тот попер, ты старый, хришь, куда-то. Надо было после обеда, Макарушка, ладно. Когда поест, тогда он помягче будет. Я знаю, о чем говорит. И что такое избрание. И сильно это трогает, что я говорю, мои книги написаны в пророческом духе. Они на столетия раньше опередили свое время. Ну, а теперь покажи, что не так. И главные мои книги, какой том, а вот Игнатий сказал, что причастие Христос совершил на опресноках. Это понимаете, какая хула? У нас на квасном хлебе. Ну, я и причащаюсь на квасном. Но Христос, когда совершал вещи, были на 10 опресноков. Что это? О опресноке, это 7 дней. И все уничтожалось. И от открытого воюют. Да кому это нужно, пресный или какой хлеб? Ты конкретно покажи вину. Павел говорит, если я достойно умереть, не отрекаюсь. Требую сюда кесаря. И что это было? Поношение? А не обвиняй в том, что у меня не виновен. Но это в то же время благо. Ничего за мной нету. Иначе на меня приковали сразу. Можно спросить? Вот так показать нельзя. Это сатанисты пользуются. Это казанья-реза. Я один раз рассказывал этим ребятишкам. Мне говорят, он в сатане принадлежит. Это масонский знак. Да у нас все время маленькие были, когда мы и всегда ой, идет казанья-реза, пущи глаза, и глаза там играет. Вот. А если вот так вот показал палец, и сам знаешь, куда полез. Ну, жесты такие определенные. Показывают артисты, президенты, они все вот так вот приветствуют друг друга. А я просто разговаривал. Нужно знать. Если я этому придаю сам смысл какой-то, но если я ничего не придаю, пальцы как угодно могут сгибаться. У меня был день, когда боролись. Ну, Леонида, помнишь, как боролись-то? Она говорит, я хочу побороться, или это, Ливия хотела. Ты видела? Там борются они как. А вообще-то она ловкая. Она, не знаю, поборола ее или нет. Не помню. Они в разных весовых категориях. На поле я вывел, там мягкая трава, и как они дети все боролись. Потом девочки друг с другом. Они никогда, люди, которые не знают Христа, не испытывают той радости, которую я испытываю. Я делаю труд, ребята знают, с какой радостью. Только молим, вот такой труд делаем, такой труд. Господи, давайте, ребята, поблагодарим Бога. Он нам доверил, никому не дал Бог эту работу. Нам. Никита, молились так? Молились. Молились. И ты испытал это. Сережа, молились? Молились. Да. Мы доверенные Богу лица. Бог доверил нам черную, грязную, холодную, мокрую работу. И мы ликуем и благодарим Бога. У меня все хорошие отношения. Подходят ко мне, Игорь Барабаш. А у него сено здесь. А тут я заблокировал ее и жерди. Он старосту-то сбросил, никаких он походит. У меня там сено. Да знаю. Да он крут. А можно проехать. Можно. Но только каждый раз колеса, чтобы друг на друга не наезжали. В разном, чтобы все притоптать. Нам это хорошо. А когда ешь до конца, сворачивай сразу, чтобы грязь не заезжать. Гляжу, там натрясено уже, все везде ездит. Куда не пойдешь, везде. Привет, друг, брат. Они этого не знают. Радости на полях, которые я испытываю, они не знают. Получение каких-то досок. Какая радость. Как мы ехали, как везли, как Игорь за нами приехал. Дилега, что-то не ладится у него. Он ее распрек, трактор, с другой стороны рогами поддел, чтобы подвинуть-то. Впереди, я говорю, едем сзади, потише едет, чтобы если доска, доски всплывают где-то. Раз Игорь остановил, что видит, там уронили кто-то щурки, он к себе их забросил. Андрей говорит, я хотел себе их забрать, он их забрал. Березовые щурки. Кто работает? И все это радостно. Везем везде. Все это снято. Вы по интернету смотрите. Понимаете? Это надо видеть все. Я знаю, у этих людей этого нет. Какие они скудные. И он все время под лакированными часами или где-то сидит, глаза куда-то завел под лоб. Он не знает этого. А у нас дело. Красивое, интересное, перспективное. И притом еще продолжение его будет весной. Как пойдет? Мы ожидаем ее. Я решил раньше поехать и там дежурить ночью, когда валом пойдет. Вода, говорит, набирается в степи и стоит примерно вот таким. И стоит, прям видно вода. Они с места не двигаются. И вдруг где-то прорвется. Как хлынуло, все понесло. Все, что на пути есть. И подвалы у Любы там где-то дрова были, синих, там все. Мигом. Вода идет. И сфотографируем по деревне вода идет, а как бурная река. Видите, заснял. И все это радостно. Они этого не знают. Сколько людей иначе просились приехать, хотя бы побыть, посмотреть. К ним кто будет проситься? Никто. Я вот так беру, набираю, допустим, 20-30 разных позиций жизни, куда люди просятся. К ним никто, никогда. Почему? У них этого нет. Ну и кто из нас счастливее? Нам советы дают. Вот как лучше сделать. А им какой совет кто даст? Новые люди. Вчера я только пришел, уже два беседа по скайпу. Уже два ролика готовы. Один с Украины, Владимир и Александр. Поговорили. С Сергеем еще не общались? С Сергеем Козловым еще не общались по скайпу? Нет, еще не общались. Сережа прям сразу отвезли Ольги. Сразу. Она ждет. Мы договорились. Интересно? Да. Мы живем интересной, насыщенной жизнью. Каждый день, каждое воскресенье занятия, на благовестие идем. У нас есть друзья, у нас есть и враги, а без врагов нет. Если все будут, горе человеку, если все о нем говорят, хорошо, горе. Я мимо горя прошел. Меня все не хвалят, и не может этого быть. А чтобы сейчас они ко мне отношения изменили, что я должен сделать? Конкретно скажите, у них программы никакой нет. А у вас к ним есть программа? Да, есть. Я бы сказал, посмотрите, что у вас есть в храме. Постановите порядок, чтобы, если написано, 5-43 из посторонних, никто не приступал. Сделайте, чтобы посторонних не было, чтобы литургия верная была, оглашенная за дети. Я могу дать конкретный совет, а это неприемлемо, они терпеть не могут. Как бы я их поносил, плевок какой-то, этого нету нигде. Не может быть. Я смотрю на них, и думаю, Господи, дай им по силам перенести. Это они сейчас друг за друга сцепляются, пока ты его поносишь, и я тоже. Это все временно. Как правило, такие люди скоро теряют дружбу, а потом начинают воевать друг с другом. Это я знаю. у меня опыт, а у них нет. Они не знают, ни к ним не служили, они где не были. Я жил в монастыре, в тюрьме, в лагере, меня Бог переливал и переливал, а у него смирения нет. Я смирение понимаю, никак, я смиряюсь перед словом, оно мне появило, я делаю, перед канонами. Они эту отвергли полностью, а каноны корежат, как хотят. Да кто из нас смиренный? Смирение, когда говорят, и не судите, попы имеют в виду, про нас ничего не трогать, не говорить. Смирись перед нами, согнись, в дугу между ног голову зажми. Вот что они понимают. Я им расшифровал это все. Они никогда не потерпят, чтобы кто-то рядом с ними шел, не говоря о том, чтобы вперед на один шаг я вышел. А я, как Андрей Кураев это увидел, а Игнатьев вообще, говорит, наплевать на все ваши решения. Кто бы там ниже сказал, закон, голосит Библия так, и на этом все, точка. Он увидел это. А они этого не увидели. Он увидел мою особую пиетет к Священному Писанию. Пиетет, то есть особое возвышенное чувство радости, восхваления. Они этого не увидели. А вчера с Андреем-то даже где-то встречались и то хвалились. Чего хвалить это? А Игнатий меня по всем кочкам пронес, Андрей Кураев говорит. Ну, 120 раз его по кочкам пронес. Несмотря на это, она во мне взывается в самом возвышенном стоне. Самым выдающимся считает миссионером. Ну, сзади его ответ. Нажми Кураев, Игнатий Лапкин. Хотя я себя таким не считаю. Да, я выставил материалы, что обо мне писали гадеты. Пусть хвалят тебя язык чужой. Это не мои слова. Важных людей. И вот висит у меня письмо мэра города, входящего в десятку высших мэров России, Баварина. Почитай, кто из вас получал? Никто. Понятно, что мне прокурор края написал, сопроводительную, а секретарь сразу взяла. А это не прокурорский язык. Сколько здесь уважения. Послали, по-моему, прокурора в лагерь. Ну, и приехали. Там у нас была кандидат медицинских наук. Детей всех осматривать, как я их избиваю. Сфотографировать все пятна на них. Повреждения, переломы. И по одному заводили мальчиков, девочек. Все кончились, нет ничего. А один сидел, записывал, допрашивали. Вас здесь избивают? Там один Илья был. Нет, не избивают. Нас наказывают за дело. Ребенок. И он это понимает. И она была Жабина Елена Николаевна, кажется. Помп прокурора Мангского района. И она дает характеристику. Дети в лагере чувствуют себя прекрасно. А мне говорят, моего сына возьмете в лагерь. Лучшие характеристики дать нельзя. Это у меня все помещено. Какого числа, какой номер документа. Ну, где это есть такое, чтобы в детский лагерь, который не имеет официального лица, прокурор края, генерал-лейтенант давал указания прокурору района купить на средства государственные мешки с овсянкой, с манкой, там еще сколько, и приехать. И сам у меня приехал прокурор Сухов и таскал, носил и посыпал. Ну, одно это что-то говорит или нет. То, что вы говорите, это не сходится нисколько. Вспомните ректора. Ректора, одно из самых крупнейших университетов. Фессигнеев о ГТУ. Он пришел на наши занятия и перед всеми обнял, поцеловал их. Я преклоняюсь перед этим человеком. Это не ваша характеристика. Это не я себе говорю. Это человек, который, как Семкин, я 11 лет наблюдал за ними, как никаких нарушений законодательства нет. Я эту характеристику, данную для суда Семкиным, проректор по учебной части, я ее попросил, ребята насчитали. Вот это люди, которые встречались со мной, они знают, нет ничего. Ничего нет, все в лжете. Слова Тарасия. Вы демоны, в лжете все. А это люди уподобились демонам, они ненавистью пылают, а злопомнение. А злопомнение уподобляет демонам. Ян Зла Таус. Все, наверное? Да. Можно спросить Ина Тихона? Тут я вчера на кухне посуду мою, и муж кричит, Лена, иди сюда, что покажу тебе. Что-то новенькое. Сейчас вот программа «Голос», конкурс на телевидении. Там эстрадные исполнители соревнуются между собой. Он говорит, смотри, монах поет, говорит, монах на «Голосе». Никогда такого не видел. А что он делает? Отец Фоти. Пришел соревноваться. На конкурсе. А этот Лепс говорит, я, говорит, как узнал, я понял, это Божий знак. И я, говорит, его к себе взял скорее. Но я думала, ну сейчас, он говорит, я главное пришел, чтобы пройти, что у меня голос хороший. Ну я думаю, ну раз он пришел, только чтобы подтвердить, что голос хороший. Думаю, сейчас он будет о Христе пить или о Боге, что-то там. И думаю, если уж он пройдет, сейчас вот там двое выставляют соревноваться. Он уступит, скажет, все, я свое там добился, я пойду дальше своими делами божественными заниматься. Нет, его выбирают, он не отказывается. У него глаза засияли, он прям вот видно счастлив, как он горит вот этой радостью. Что он дальше делать будет, я не знаю, этот конкурс длинный. Ну что пел-то он? Они пели на иностранном языке, арию какую-то. Я вообще не... Арию любовную. Басков ее, по-моему, исполнял. А почему заслуженный артист СССР Юрий Богачев баптистов? И почему он духовное песнопение поет? Клименко Виктор, почему он духовные песни поет? И все у баптистов. Это люди известны на весь мир. Уже разность это есть. Можно монахам разве в конкурсах таких неверующих песен петь? Не знаю. Ну а что, если он пел божественно, то почему нет? Не божественно, что там конкурс. Ну не арии какие. У меня знакомый был один такой, знакомый, дьякон Покровского собора, очень видный из себя. Ну, посватался перед дьяконством. Девчонка одна, маленькая совсем девчонка, ну прям меньше Гали, наверное. И она отказала ему. А там парень, вообще, до дома не дойдешь, упадешь в оборону. Красиво. Он еще не придумал, как в отместку ей принять монашество. Монашество. Он принял монашество. Ну а он-то остался внутри и то же самое. Ну а дальше-то что? Дальше трагедия. У него голос был. Но укротить его никто не мог. Когда еще он был, сейчас дьякона, раньше одного руку положили, он подошел, теперь вот кадила подавать, целую руку-то. Он как размахнулся, кадила мою, как дал ему там, болтарет, куда угли полетели, куда что. А тогда был Антони Масенничный. А он его рукоположил, он его подстригал-то. Мы встретились, он говорит, ой-ой-ой, так это ваш человек. Я говорю, нет, я его в лагере был, я его выгнал с лагеря, даже ребенка был. Он не покорил его. Да как же так это? Он ему не причиняется. Как? Да-да-да-да-да-да. Ну и, видимо, запретили. Он приходит ко мне, приезжает по Теряевку. Ну, правда, пел там «Гори, гори, моя звезда». Там пел, там «Не то горит, и дальше заканчивает консерваторию и читает белорусский там Минский театр. Наконец-то у нас появился настоящий бас. Настоящий. Это такое, понимаешь, он на международных конкурсах стал выигрывать где-то. Но монашество-то никто не снимал. Он женится с ней. Елисавета знает это, она вышла за него. И дальше-то что? Я встречаюсь в доме отца его с ним. Он там, он покой себе там где-то. Я говорю, вера-то какая у тебя? Никакой веры нет. Полностью все Бог отнял. Никакой веры нет. И здесь он опять, например, что-то из-за квартиры был, его приняли тут в театр-то. Какой-то купил где-то там в Иркутской области место. И там фазенду какую-то построил, жена, видимо, там. Вот и все. Я против монашества? Как так? Когда я стою за обед, если дал, замри, новые не давайте. Вот на фанаил у нас был, сейчас женился ребенок, я ромонах. А почему он на меня поднимался? Я знал, даром это не пройдет. И все потерял. Его теперь ни патриархией, никто его не может признать. Никто. Никак. Только через разводы под эпитемию. Монашество не развенчивается. Священник он может потерять, а монах нет. Это сегодня они вертят, крутят их. Я ничего не придумываю. Это все сказано. Игнатий, теперь они нарушают все каноны. И оба выступают и говорят, Игнатий против канонического православия. Понимаешь? Они говорят, что не нужны каноны, а вы против. Я говорю, без канонов нельзя. Все каноны нужно исполнять. Они нарушают каждый день 413 канонов. Представьте, 413 правил. И выступает Игнатий против канонов. Говорит Достоевский, чем сильнее ты хочешь у кого-то ударить, своими грехами его называй. Называй его вот такой-то, а ты его за собой-то знаешь, а ему приписывают и он тогда будет, да это ты. Вот тут тогда ему это обидно будет. А мне это не обидно, я знаю, это такая тактика сатаны. Это они сейчас, вот только утром. Еще тогда, кажется, говорила вам, Юля, я не расслышал. Это очень, очень поносит, она сказала. И еще никакой яблок такой есть. Это было во времена Иоанна Златоуста. Город Антиохия разбунтовался, что давали там на город какая-то помощь от императора, хлеб там бесплатно раздавали, там электричество бесплатно, ипотеки бесплатно, на сегодняшний язык. А потом отняли от них отняли и они сбунтовались из статуи императора там были Пеодосия. Они его сверли и потащили по грязи. Ну и туда поперли теперь жалобщики-то надо Константинополь, это не рядом. Я зато усы узнал, как он начал молиться об этом. В это время епископ, кажется, Милетий уже сидел. Вот там другой был епископ. Вот. Ну и они помолились и свою послали. Конису. Господи, кто впереди нас-то выскочил, мобильные телефоны и работали у людей. Скоро? Скоро? Я позвоню. На букву Ф, кажется, его звать было. И у них дорогой ломалось колесо и Златоустовы, которые были посланы, а они первые туда прибыли. Императору рассказали и рассказали так, что не наказывай Ваше Величество. Народ уже успокоился, все, то другое. А эти-то приехали. Ваше Императорское Велищество. Как они сбунтовались. Да они Вашу статую тащили, все лицо в грязи. Да нет, вроде нету. Он оптерся. А я сказал, прокурор говорит, император имеет власть умиршлять, но оживлять власти ему не дано. И добился разрешения. А во времена этого, Амброса Медиаландского, такой же случай был. Император сразу послал войска, куда, где, на стадионе собирались, перебить, кто там есть. Никого не разбирают, ребенок, женщина, всех резать подряд на стадионе. Но к одному пришли, а он только приехал и сказал, ну пойдем, посмотрим, как скачки на конях. Ипподром. На ипподроме-то. И у него два сына. Первый вопрос. Так, это твои сыновья? Твои. Какого убить первого? Один вопрос. Вот как было. А это у нас какое? Он сказал, на меня лесу да нет, оно у меня не в грязи. Я так могу оптереть лесу. Нет, ничего. Они мне зла никакого не сделали. Что интересно, на форуме 260-270. За 300 никак посетителей в Вене не бывает. Как они начали нападать, ровно на 100 человек прибавилось сразу. Люди заинтересовались, стали где-то искать. Сразу на 100 человек прибавилось. Антиреклама это тоже реклама, мне Семкин говорил еще. Академик. И поэтому я благодарю за них, но мне их жалко, что им выпал такой жребий, такая планета. А это мог быть я. Но меня Бог спас молитвой моей Матери Марии. А о них я, Господи, пощади им. Дай вздохнуть от этой. Нет, денег нет. Сейчас от них сделали. Все сказали, оклеветали, разбирали, по радио запустили, на митрополита Сергия написали, выступили, лапковщина какая-то там, что-то это все, в миссионерской газете в Томске. Ну дальше это одно и то же не будет повторять. Дальше они сейчас сели, не знаю, а у меня каждый день два ролика, каждый день встречи, у них ничего нету, нету, нету. И как мне их не пожалеть-то, они бесплодные, совершенно ничего у них нету. Давайте Нине позвоним на неделе был у нее день рождения, на неделе. 23-го. Давай. 22-го. 22-го. Интересно ли? Это бойцы рождаются, когда врагов нету, мы хоккей, квелые, дохлые, а я все время в напряжении. А они-то никакие. А мне спасибо, а хотели вы так же, как они против вас вы досохранили Бог. Больше их кары от Бога вы даже не представляли. Я бы... Инна Александровна, мир вам. Смирно, Игорь Михайлович. Рада вас слышать. У нас тут радость. Наши братья из Потеряевки приехали. Ой, слава Богу. Я про них вчера болю, я не знаю, где они есть. Не думаю, позвонить, да уже не буду, а бы я как позвонил из-на-ли-те, наверное, недовольна, что я их отборитая отъем. Игорь Михайлович, работают. И в тренинг раз позвонила, они уже и приезжали в Порске, и они уже делали. Ну, слава Богу, теперь, наверное, скоро, сегодня утром нас и все тут по-другому, возвращаться домой теперь уже не. Ну, слава Богу. Вчера возродились. Это правда радость. Несомненно, про счастье. Ну, вот, а как у вас там? Как вы? Сегодня были на службе-то? Конечно. Да холодно же сегодня уже там стоять-то на улице. Ну, на 40 минут меня хватило. На 40 минут ее хватило. 40 минут стояло в Халиле-Скальп. Это еще все в порядке. потом сходила там же рядом есть могилка священника захороненных возле вот где там здесь стоит клуб. Помните, может быть, когда-лис такой в разлаге нас? Да-да. А на этом месте раньше, еще раньше был храм. И на территории этого храма были захоронены священники и они священники в таком месте я захоронусь. Ставила уходы гражданской войны. Кому мы там на всех лет знаем. Я сейчас все время не захожу туда. Ну, пока была осень, все время я принесла туда мукеты. теперь уже просто так подхожу помолюсь и пойду. Вот это я когда возвращаюсь домой, я захожу к ней. Вот 45 минут я помолилась и где-то уже близко к 40 минутам меня замер венок. Ну и руки, конечно, потому что одна рука на перчатке, одна перчатка, другая на перчатке, правой рукой я молюсь. Она у меня пролезла. А зима будет холодная. Ну помоги вам, Господи. Слышно, слышно. Прощайся. Да. Нина, благодарю. Благодарю за молитву и за все. Храни тебя, Бог. Мож, много идет, подстаем. Нина, Нина, мы помним про твой день рождения. Многое лето тебе. Давай, подстаем. Многое лето, 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 Мы вас тоже любим, помним, ждем вас. Приезжайте, с Богом. Милосердный Создатель Господь и Бог наш, мы испытываем щедро Твои постоянно. Мы просили Тебя пособить в нашем деле, расположить сердца начальствующих, от кого это зависело, послать все потребное для труда. И Ты совершил это чудо в последний день. У Тебя вымерены наши часы. Слава Тебе. Воздай добром всем, кто заботился о нас, кто помогал, кто молился. И на врагов пролей милость Твою великую, пробуди их совесть, не дай им умереть в этом состоянии обольщения, гнева, зависти, поношения. И в судный день не вмени им греха, этим Сергею, Виктору и всем, кто клевещет. Ты для нас совершил благо, чтобы мы во имя Твое все перенесли. Ты сам претерпел этот крест поношения. Тебя обвиняли в связи с нечистой силой. Это же претерпели апостолы, которые радуются с Тобою. Удостойность этой участи быть до конца верными Тебе. Хвала Тебе, слава Тебе. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христос. Так, кому-то, кто берет эту книгу почитать? Мы ее читаем, батюшка нам велел, мы читаем. Мы каждый раз читаем. В воскресенье читали. Здесь читали. Как же день? Братья и сестры, не люди. Два слова надо убрать. Хорошо. Предварительно сказать, что кто желает на благовестие, оставайтесь. Так, Сереженька, пожалуйста, сразу. Ну, сейчас мы загрузились с вами, или поедем.